Приветствую вас, Павел. Я бы хотел для начала сказать, точнее спросить у вас, как вы сами думаете, к чему ваш сон, то есть о чём говорит ваш сон, вы когда во сне целуете жену, обнимаете её, что вы чувствуете в этот момент, что вы чувствовали, какие были ощущения у вас. Потому что я полагаю, что именно ваши собственные чувства, они здесь куда более важнее, чем то, что мы скажем, чем то, что мы предположим. Вот. Понимаете? Это первое. Отталкивайтесь от своих чувств. Дальше. Я не совсем согласен с коллегами, которые утверждают, что вы скучаете по своей жене. Ну, то есть нет, скучать вы, конечно, можете, это, безусловно, ваше право скучать. Но мне думается, что если бы вы скучали, если бы это была именно чистая скука и тоска по жене, то вы бы начали испытывать это чувство, ну, гораздо раньше. И гораздо раньше ваша жена начала бы вам сниться. То есть вы пишите, что она ушла четыре месяца назад, а последние две ночи она вам сниться. То есть я рискну предположить, что последние две ночи, причем вы видите во сне, что вы ее целуете и обнимаете. Вот. Я рискну предположить, что у вас не удовлетворенное сексуальное желание. Вот. Рискну предположить. Я понимаю, что, возможно, вы не согласитесь со мной, но, тем не менее, сейчас вам не хватает секса. Именно поэтому с женой вы целуетесь и обнимаетесь. Вот. Мне думается, мне думается, что вы сейчас находитесь перед выбором. И перед выбором достаточно серьезным, вот. Вот. Либо вы пытаетесь свою жену вернуть как-то, то есть заводите с ней разговор, там, начинаете как-то общаться с ней, взаимодействовать, вот. С ней что-то менять в себе, потому что, ну, ушла же она не просто так, да? Вот. Если она ушла, значит, значит, были, наверное, какие-то причины для этого. Вот. То есть вы как бы работаете над собой. Как бы. Вы как бы начинаете работать над собой, да? Если вы хотите вот ее вернуть, к примеру. Вот. Если она вам, ну, дорога, да? Если вы по ней, если вы не нуждаетесь. Ну, да. Либо вы отпускаете ее, ну, в смысле, завершаете отношения с ней. Вот. И, соответственно, живете дальше, налаживаете свою личную жизнь, потому что вы здоровый мужчина, а у здорового мужчины есть здоровые потребности. Вот. Такие, как, в частности, например, потребности в секции, что вполне нормально, естественно. Вот. И мне представляется здесь именно такая история. Вот. То есть непонятно, видите, вы не пишите, из-за чего вы расстались. Вы не пишите, почему вы расстались с своей женой. Что произошло между вами. Вот. Вы не пишите, какие у вас сейчас перспективы. То есть... Я имею в виду перспективы именно, вот, собирается ли она разводиться, там, с вами, допустим. Вот. Если не собирается разводиться, то по какой причине она не собирается с вами разводиться. Вот. То есть здесь, ну, вот, такая вот неопределенность, и, может быть, это неопределенность, она и оставляет у вас надежды на то, что отношения с супругой, да, могут как-то вот наладиться. Вот. Они-то, может быть, и наладятся, но для этого вам нужно что-то делать. Само по себе, к сожалению, ничего не будет. Само по себе ничего не произойдет. Вот. Что не отращается, то, что вам хочется. Но я думаю, что это больше именно секс, потому что, все-таки, духовная любовь, она была бы по-другому бы отражена, да. То есть я не буду, я не буду говорить как, не буду говорить, что именно вы бы чувствовали, да, потому что, ну, чтобы вас не избивать. Но, совершенно очевидно, что это было бы как-то иначе. Вот. Так что, вам, ваше подсознание говорит, что не удовлетворены вы. Вот. Не удовлетворены. Что нужно лучше реализовывать ваши потребности, которые есть у вас. Это же второй мужчина, мужчина. Вот. Также обратите внимание на то, в частности, что в своем сновидении вы что-то делаете. Ну, то есть вы именно, вот, какие-то действия совершаете. Ага. Тогда, как в реальной жизни, мне показалось, вы больше, все-таки, склонны именно к тому, чтобы... больше как-то пассивно находиться в пассивном состоянии. Вот. Еще раз, я могу ошибаться. То есть я не буду, не, не претендую на истину здесь. Вот. Просто говорю о том, как это видится мне. Проявите активность. Проявите активность, например, в том, чтобы, к примеру, разобраться, почему ваша жена ушла и выработать свое отношение к этому примерно. Да? Ну, хотя бы как, как, как вариант. Вот. А то, получается, что вы в полной неопределенности, да, просто свою жену ждете, или ждете, что само, само собой как-то вот разрешится, но на самом деле нет. На самом деле, само собой, ничего не разрешится. Ну. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если, если, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь.